Славится Русь-Матушка великими людьми и прославляет их подвиги великие. И сегодня мы чтим память благоверного великого князя Дмитрия Донского. Христианское благочестие воспитывал в нем с измольства святитель Алексий Московский, заранив в его душу зерно истинной веры, преданности отчизне и любви к ближнему. Благодаря этому Дмитрий Донской стал мудрым и славным правителем. Он посвятил себя великому делу – объединению русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского гнета. Когда близилось решающее сражение с полчищами Мамая, князь Дмитрий обратился за благословением к преподобному Сергию Радонежскому. Старец воодушевил князя на великую победу, додал ему в помощь двух монахов-схимников и разбил неприятеля князь Дмитрий. Великую победу одержал он на Куликовом поле в славный день – праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И стали именовать его русичи великим князем Дмитрием Донским, как победителя татар возле Дона, что протекает около Куликова поля. А Дмитрий Донской в честь павших воинов поставил храм Рождества Пресвятой Богородицы да устроил Успенский монастырь. Рано скончался великий князь, было ему всего 39 лет. Но и за это время сумел Дмитрий Донской сделать московское княжество одним из главных центров объединения русских земель и войти в историю как великий полководец. 1 июня – день памяти благоверного великого князя Дмитрия Донского.